Ну, да, будет Пупеевская коронная стратегия, где он проигрывает. Так, и Рубик. Интересный ласт пик, это... Это Зевс? Это Ябзор, Рубик. Все-таки, Мидван, Зевс, Мид. Фата, номеральный. Ладно, интересно. Своебрасно. Мы предполагали, что такое может учиться, просто вопрос полезности данного решения. Мне кажется, Рубик просто... Зачем Ябзор просто сказал, я хочу Рубеса дойти, я сейчас вам выиграю. Здесь есть что-то воровать, но может посчитали, что дизейбов не хватает. Не могли придумать у Флайнера, который давал... Плюс это Зевсаура, но ты говорил о том, что хочется Вэл, ты получаешь себе... И он же ворует у тебя и Поляну Андерлорда, которая съели там Сларку, Жизнь Руигин, он ворует у тебя у этого... Забыл героя. Короче, у всех воруются дизейбы и так далее, разваливая. Ты имеешь в Бэйна с Сонным и так далее. Да, да, и Сон, и Ультимейт, он не может не отдать их. В общем, папарацтов накажут. Короче, мы за компанию Сикрет. Я за Вич. А ты за Вич. Понятно, ты за Сикрет. Я за Вич. Ты за Вич. Нет, я выиграю Сикрет, но болею за Вич. Понятно, отлично. Отправляемся к нашим комментаторам. Даша, Дима, вам слово. И всем здравствуйте. Мы начинаем наше шествие по мейджеру. Это уже второй матч за сегодняшний день. Сикрет, Вич и Гейминг. Игра будет, я думаю, очень жесткой, очень высокого уровня коллектива собрались. И пики тоже уже заставили поинтриговать нас, зрителей и студиоаналитики в том числе. Кто победит? Евзор на Рубике или папарацци на Сларке? Тот, кто будет сильнейшим в этом поединке. К сожалению, я не Ванга. Я не могу сказать, кто из них выиграет. Потому что, если бы я это знал, я бы не сидел здесь. А я бы уже заранее сказал, что, ребята, закидывайте свои денежки за эту команду, она выиграет. Но этого не знает никто. И, следовательно, нам нужно смотреть. Надо смотреть. И мы переходим к игре. Что здесь можно увидеть на данный момент интересного? Я адепт мысли то, что Рубик у Евзора — это автовин. Ну, посмотрим, как здесь сложится. У нас аналитики мне не успело разделиться. Но пока мы видим интересный расклад. Мидуан отправляется на Зевсинамид, но при этом у Флейн Амирана для Фаты. Вот эта любовь, внезапно появившаяся к этой кошечке, она в китайском регионе по большей части распространилась. Кэрри Амирана стала часто появляться. А тут именно оффлейн. Ну, даже вот мид Амирана была более. Короче, рассказываю историю. Зашел в паблик, поиграл Амиране на сложной, выигрывал супертяжелые игры, где Куэра-антимаги бегали со счетом 0-10. И после этого все начали брать Мирану в оффлейн. Все. Как откалибровался? Пруфы. Что? Как откалибровался на таком Миране? Так я это делал еще до калибровки. Понял, тогда не буду. Да, все пруфы на моем канале Twitch. Twilight of Heaven. Подписываемся. В общем, пупей на андаинги. Вот такая мета необычная пошла, где андаинги ходят в легкую линию. Честно говоря, не знаю, что произошло с дотой, но обычно андаинги ходили в сложную, чтобы можно было опускать сларков. Опускать сларков это действительно очень полезно, учитывая то, что часто стали появляться именно сларки на карри-позицию, и борьба с ними стала очень болезненным вопросом для многих коллективов. И как итог родился Сикер, очень крепко забытый. Родился. Да, профессиональный дотой. И вот теперь андаинг тоже как-то больше мета поднабрал. Ну, в общем, обычно андаинг ты хочешь посмотреть? Нет, я хочу убрать твою погоду. Да, могу и рейтинг смотреть. Нет, давай ты не будешь ничего убирать на моем аккаунте. Я обратно поставлю, честно, честно. Хорошо. Ну что, расскажешь пока, что у нас произошло? Я скажу, что если не дай бог, я зайду на свой аккаунт, и там будет фильм так, как было. Мы с тобой поговорим по-жёсткому. Понял. Так, тем временем, андаинг на лёгкой линии против Клокверка. Клокверк один из самых неприятных героев для андаинга, поскольку у андаинга почти всё завязано на мане. Это один из лучших героев против многих персонажей, но, к сожалению, против Клокверка он слаб. Просто Клокверк ставит Коги раз, два, три, у андаинга заканчивается мана, и он становится абсолютно бесполезен на линии. Действительно может быть такое, но всё-таки вопрос по мане должен, я думаю, как-то решаться в ближайшее время, пока мы видим Клокверк на этой линии. Начинает напрягать Клокверками, не сказать, что это сильно попе и жить мешает, но, тем не менее... Он не попадает им, он закрывает андаинга, получает в лицо, и андаинга, естественно, выигрывает размен, поэтому Клокверку лучше Когами не закрывать андаинга, а просто откидывать. Вот так вот. Красавчик. Да, сейчас у него всё получилось хорошо. Эйс на Лондруиде тоже, кстати, не проигрывает. Вот всякое умудрался выигрывать, особенно финал, помню, Дрим Лиги, которая зимой проходила. Вот это тоже такой герой-ниндзя, который может из безвыходной ситуации найти своё решение и возможность там вскрысить трон, что-нибудь в этом роде. Так что здесь, я думаю, за секретами стоит понаблюдать попристальнее. Но пока ещё и стоит обратить внимание на другие линии. Здесь уже Бэйн обосновался с Папарацци. У них пока ничего интересного нету. Крипстат тоже более-менее на уровне. Ну и Фата Экспица, и тоже Крипица достаточно хорошо. Тут замес Бэйна с Рубиком. Один и второй воюют за этого Крипа. Довольно-таки забавное зрелище. Кто же? Кто же? Фенрир 1-0. Победа. Ну а пока тут ещё и Папарацци немного расстреливать начинает. Вынужден он паунс прожимать. Третий уровень. Дарпакт есть. Думаю, от неожиданного надводения он уже практически со всех сторон защищён. А вот к Мидвану уже есть выдвижение. Правда, не очень удачное. Прямо на Варде Ланэм попалился. Но предостережение ему было сделано. Да, и при этом Зевса очень трудно забрать. Зевс стоит на расстоянии. Зевс откидывает цехчику. При этом его очень трудно убить подводчика. И, соответственно, Клокверк побегал, побегал, побегал. Возможно, понял, что там стоит Вард. И побежал обратно развлекаться с Андаингом. Вот он Андаинг. Казалось бы, владыка на ранней стадии игры. Но вот против Клокверка он слабоват. И Клокверк его в 1x1 разваливает в лесных драках за счёт батарейки. Да, но пока с этими батарейками Ланэма не получается добраться, он в фритык не может подойти к Андаингу. Он тут же разворачивается, как только видит выдвижение в свою сторону. Ну и поэтому они просто друг друга отвлекают. И, наверное, от этого Андаинг выигрывает больше. Он стягивает внимание достаточно опасного персонажа, который много грязи мог бы сделать и на линии с эйсом, и на других. И сейчас, правда, опять начинается вот это спам когами. И опять о них пупьей стукается. Но Элевену здесь немного хуже даже пришлось. Хотя герой тоже, который вытерпит, мне кажется, любое давление. Герой, который очень хорош против медведя. Очень хорош против мишки. Аура работает не только против андроида, но и против его саммана. И, соответственно, мишке на этой линии будет неприятно. Особенно где-то уровне с пятого или, может быть, даже с седьмого. При этом, когда Андерлорд закидывает фаершторм, то он очень больно бьет по мишке. Потому что у мишки много хп, и фаершторм отлично пробивает цели с большим количеством здоровья, нанося периодический урон в процентах. И я бы сказал, что на сложной линии у Элевена все шикарно. Просто божественная линия для Андерлорда. Но при этом не сказать, что что-то есть теряет. Да, медведь у него проседает по хп, но он всегда может себе позволить через ранжевую форму бодаться с крипами. И пока крипстат у него не проседает. И вообще мы видим в общей сложности, пока худший результат показывают на Виче Геймин. Там немного остал папарацци. У Пака на миде тоже все не идеально. Но тоже все в пределах разумных цифр. Тут более-менее на уровне держатся все. Но Виче немного подостали. Хотя вот у них сильные линии. Тут и Клакверк, и Андерлорд, и Бейн тоже на деле может многое с бронесапом сделать. Но будем честны, Мишка очень сильный керри вначале. Не умеется сам, он сам наносит очень много урона. И, соответственно, ему очень удобно ласхитить. Сларк до шестого уровня слабоват. Сларку до шестого уровня нужно обязательно иметь много регина, чтобы он не проседал. Соответственно, Сларк обычно уступает. Вот до шестого уровня как минимум. Ну, и нападение сейчас есть на Бейна. Тут же бронесап полетел. Ну, и Обзор пытается попытаться расстреливать его. Но тут по разу пока что тоже пришлось пострадать. Но при этом Мирана чуть было не погибла. Ну, размен в пользу Сикрет. Два героя биты. Сларк вынужден поражать фласочку. Бейн остается без хп регина вообще. А Рубик у нас фуловый. Еще забирает баунтируны. Одну и вторую. Хорош. Да, сейчас как раз пятая минута. Успели разобрать другие две руны там тоже. Успели распределиться. И по итогу у нас есть Клакверк второго уровня. Практически третий, который немного из-за беготни в экспириенсе потерял. И Пупей, который перетянулся поближе к верхней линии. Увидел, как тут Шрайн уже отпили. Финрир. Ну, тут посмотрим, что он на этой линии на данный момент сможет сделать. Потому что у Пупей экспириенс тоже оставляет желать лучшего. Ну, Бейну мало что сможет сделать из-за того, что Бейн третьего уровня. Бейн имеет очень хорошие показатели. Если Андайан кастует в него дикей, то у Бейна по-прежнему сохранится урон. Поскольку это Интовик. И Андайан гумахаться против него банально неприятно. Ой, как тут больно-то получилось. Один только, как ты видишь, Стар Стором, и тот вынес достаточно много ХП по парази. Да, вот Пупей наконец-то пришел на линию, где он может быть очень полезен. Из-за того, что Сларк довольно-таки уязвим. Он миличник, и ему очень неприятно стоять против Андайанга. Но пришел, на мой взгляд, поздновато. Поскольку Сларк уже пятого уровня. И очень скоро возьмет шестой. Ну, не так уж и скоро. Учитывая то, что здесь уже очень сильно Сикреты начали наседать. Опять Фата подходит. Пупей. Есть лип. Ну, заслипали, правда, Рубика. Поэтому с Телекинезом здесь не получилось разыграть сразу. Зато Бэйна поцепили. Но тоже, тоже нечем здесь податься. Ну, вообще-то Клокверк есть в игре. Соответственно, если Клокверк сюда перетянется, а он уже появился, у Пупея могут возникнуть проблемы. Пупей. ТПшечка. Ну, тут сбить. Клокверк не успел. Не получается. У Клокверка в итоге потерял время. Но не факт, что он здесь не останется. Хотя, если Андайанк перетянется обратно к Лондруиду, то в этом уже не будет ни малейшего смысла. У Мидвана все шикарно на линии. И он остался здесь против Пака, который не сказать, что сильно что-то против него здесь пытается делать. И по итогу у Мидвана уже немного больше экспириенсов. Примерно там на чуть-чуть меньше, чем половина уровня. Мелочь приятна, учитывая то, что он и по Эденаям немного впереди оказывается. Ну, а Аэс тут тоже. У него все хорошо. Ласкит на топе. Правда, сейчас еще и Фаиршторм начинает очень сильно поджигать и Медведя, и его самого. И даже вот лесных крипов не особо здесь уже побить получилось. Да. Ну, в общем, если ничего не сделают с Андерлордом в ближайшее время, то он будет и дальше напрягать Медведя. И Мишке будет тяжко из-за того, что Фаиршторм слишком хорош против саммона. И при этом Андерлорд рано или поздно соберет какой-нибудь ХП-реген. Тогда его будет банальнее пробить. Помощи никакой нет. Андайк продолжает путешествовать по карте, и сейчас он находится в миде. Не совсем понимает, что он хочет сделать с Девством против Пака. Вот он стоит. Да. А, он экспуниус забирает. Красавчик. И будет стоять дальше. Видимо так, потому что Пак уже седьмого уровня. У него даже на самый критический случай здесь должен быть аут. Все как Милу, охраняя этому руну. Ну, сейчас, видимо, придется забирать. И забрал ее. Нет, пока что еще не забрал. Реген активировала пока что Медуан. И забирай себе рунку дабл дэмеджа. Ну, это возможно сейчас еще немного Пака похарасить. Возможно там Криптиков просто побить. Ну, приятно. Мелочь приятно. Так, пошел на сложную. Продолжают, ребята, терроризировать Сларк. И Сларк немножечко подставляется. Успевает поражать на Шадоу Дэнс. За счет чего Мирана с Рубиком его не могут взять. Ну, и вот теперь Сларку на этой линии стать попроще. До этого было совсем невыносимо. А теперь можно прятаться в лесу и регениться. Ну, примерно так он сейчас и поступает. Не очень у него из зоны Вижена быстро получилось выйти. Но теперь уже отхиливается. И даже, возможно, предпримет путешествие там. К листным стакам. Немного побьют их. И после этого вернется обратно. И мы видим то, что шестые уровни потихоньку появляются. И у Вичи Геймин, и у Сикретов. У Сикретов уже есть запас ультимейт Зевса, с которым можно разыграть. Но пока особой активности с этого мы не видим. Вот в Маках выходит сейчас Ланэм. Но нет, не получилось. Мишку очень трудно взять под Вышкой. У него мало того, что имеется фейсбут на хозяине, за счет чего он быстро бегает. И, во-вторых, у него имеется рэбит. Это дополнительное скорость помещения. И плюс ко всему имеется самон с рором. То есть тут под Вышкой вообще нереально что-либо сделать. И пока Саппорт и Вичи Гейминг как-то не могут найти себя. То есть пока вот они оббежали с легкой линией, Саппорт и Сикрет надавили. Забрали Вышечку. Помогли при этом Миране пофармить. И им пора бы уже начать быть полезными. Ну, Бэйна действительно в этой игре как будто бы совсем не видно. Он сейчас на медлинию отправился по Экспице. Ему очень-очень нужно свой уровень взять, Чтобы начинать экшен делать, по крайней мере, со Сларком. Ну, а Сларк вот опять фейтболт получил, отошел. На линии ему находиться уже не очень приятно. Постоянно его начинают давить под Т2-вышку. Но помощи при этом ждать не приходится. И вот есть зато ультимейт от Мираны. И это означает попытка найти... Посмотрим, кого. Попытка забрать руну. Ну, Эйс в Инвизе подошел к Локверку, наречал на него, забрал руну и убежал. Ну, по итогу Секреты забирают опять три руны. Витчи Геймин отвоевали одну за счет Ланема. А тут Фейлер немного пострадал. Летел ему с верхней молнии. С ультимейта ХП не хватит снести для того, чтобы совершить убийство. Ну, и давай посмотрим, что у нас по деньгам. За это время 10 минут прошло. И 4000 золота нафармился без Зевса. Это практически эквивалентный результат тому, что успел взять себе Андерлорд. Так что парень действительно не просто толстый, не просто хорошо поэкспрессируется, но еще и с каким-то количеством денег за душой. У него уже Ринг оф Хеллс есть, что тоже дает ему право немного поактивнее повоевать. У него слишком много мана Регена. Сау Ринг плюс Аркан Бутсы. Ну, ждем Сларка. Пока у нас с Сларками довольно-таки маленькие перспективы из-за того, что стоит Мирана. У Мирана имеется фейсбутс, у нее больше сотни урона, и на такой линии стоять Сларку неприятно. Да, это Миран уже успел существенно перефармить, чуть больше, чем на 1000 золота этого Сларка. А Сларк, он, как правило, пока не соберет себе Shadow Blade, практически инактивен в игре. Да, при этом очень сложно подцепить Мирану днем, из-за того, что, конечно, Клокверк был бы и рад ее обойти в спину, как-то закрыть Когами. Но, во-первых, у нее есть три липа, и тяжко Клокверку вот так вот взять и синициировать. Клокверк тоже там пока ворует немного экспириенс у Папарацци, чтобы добраться до шестого уровня. А тут Фата немного перенаглел, хотя вот именно фейсбутс, еще и лип дает ему возможность уйти безболезненно. Но времени еще нужно вичигейминг, причем порядочно, для того, чтобы набраться силы для полноценной драки. Нужен и шестой для Клокверка, нужен и шестой для Бейна, и тот, и другой далеки слишком от этой цели, а у остальных еще предметов не хватает. Так что нужно искать себе спейс, нужно искать возможности для фарма, экспириенсы получения, но секреты не так много их дают. На линиях тут слишком много людей постоянно. Вот есть свободный мид, но туда уже перетягивается Зевс. Пока ситуация у них оставляет желать немного лучшего. То есть секреты действительно хорошо начали, и по итогу эрлигейма вынесли себе 3000 золота в плюс, и это уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что они не реализовывают свое преимущество, они начинают его постепенно терять, как мы видим, уже 3000 голды. И это преимущество постепенно освоится к нулю. При этом трудно будет им запушить центральную выщечку или легкую, или сложную. Ой, Бейна вынесли в секунду. Вышел на фидел. Первая кровь, кстати. Первая кровь, да, 12 минуты. Ну, как бы Бейн загулял, Бейн зашел очень далеко, далеко вышел в центр, где находился Зевс. Зевс 10 уровня не оставляет и шансов саппорту 5 позиции 4 уровня. Это само собой разумеющееся действие. И на месте Вич и Гейминг нужно просто фармить. То есть нет смысла куда-то вот сюда убегать, нет смысла пытаться кого-то сейчас валить. Нужно просто пофармить. Дофармить Shadow Blade на сларке, и после этого устраивать активность. Активности здесь нужны, потому что сейчас тут же делается второе убийство с секретами, и забирают еще и Пака. Опять через Телекинез. Отличная работа, дэмэджа в секунду очень много за счет наличия Зевса, и это дает возможность им вот такими грязными вещами заняться. Но Феррус Блат на 12 минуте, это действительно жестокий. Да, это жестко. Бейн оставили в центре, пусть получает экспиренс. Стларк убежал в лес, пошел фармить. Мирана стоит на сложной линии, в наглую пинает вышку, и никто ночью даже не пытается к ней прийти в гости. Это не так уж и просто. Мы уже замечали это. Но у нее, кстати, уже и Джавелин появился, она на пути к Мюльниру, и такими темпами, видимо, несмотря на то, что находится на третьей позиции, будет дэмэдж-дилером команды. Потому что Мирана с Мюльниром, который вытащен достаточно рано, это очень-очень серьезная женщина. С ней нужно будет считаться. Ну, скорее всего, как обычно здесь билд будет. Меллшторм, потом БКБ, потом после этого Мюльнир выходить. Хотя здесь БКБ не сильно тебе поможет. Местами. Пушим легкую. А что они еще здесь собираются делать? Вот они бегают, бегают, бегают. На центр они не выходят. В центре Бейн получает шестой уровень, и, соответственно, саппорты буксуют. Эти саппорты не фармят лес, эти саппорты могут постакать. Но время еще не пришло. Эти саппорты выходят на легкую линию, но здесь Андерлорд с Худом. И такие думают, ага, и что теперь делать? Ага. Да, Андерлорд с Худом, это действительно здесь... Пока мы видим, исключительно он может дать хороший бой. Правда, сейчас его уже начинают окружать. Подходит сюда Пупей, подходит и Рубик. И нужен Телекинез. Да, Телекинез есть, и начинает расстреливать. Пупей также прижимает ультимейт, и очень много демажа по нему происходит здесь. И это минус топовый результат команды. Жёстко, жёстко, жёстко. Очень многое делает фаршторм. Рубик ворует фаршторм, закидывает в Андерлорда, и, соответственно, чем больше ХП у Андерлорда, тем эффективнее работает фаршторм и против него. Действительно, это так, уже аналитики обсуждали, то, что здесь и фаршторм, и Питов Меллис много сделают здесь грязи, и по отношению к Сларку, и по отношению к самому Андерлорду. Но пока, к слову, Финрир на 16-й минуте получает себе 6-й уровень. Он только-только получил и вкачал, и настало время, я думаю, с ним выйти и что-то сделать. Как раз тут бочком в смоках Вичи Геймин обходит. Бочину. Да, и тут, видимо, будут пытаться цеплять Медведя, который очень опасную позицию занимает, и отходит назад, присутили. Ракетка не получилась его хукшотом подцепить, он уже отошёл назад, хорошему спиту, получился его всё сделать грамотно. Ланэмом в итоге подцепили, Ланэмом удался забирать, Ланэмом минус Питов Меллис, мы цепили на Питов Меллисе Эйса. А вот это уже неприятно, потому что Папарасо сюда вышел с ультимейтом, и не получилось всё равно забрать, и с ультимейтом спасается, и Лэвона начинает расстреливать. Как же больно Лэвону сейчас, это просто минус за счёт ультимейта Зевса, и Бен здесь также долго жить приказал. Ну, мне их жаль, искренне. Вот, Клокверк промахнулся хукшотом, хотя на самом деле он здесь очень опасен, учитывая, что у противника пока нет форстафов, и их можно убивать. И если он промахивается хукшотом, на мой взгляд, лучше всего просто убежать, потому что один из кулдаунов уже потерян, и делать нечего. Ну, там ещё была до сих пор справедливости радио увеземимая позиция у Лондруида. Был шанс выйти на него хорошо, но при этом я более чем уверена, что они знали, что те, кто был рядом с Лондруидом не так давно, они далеко не ушли. Поэтому нападение было изначально сопряжено с риском, и даже если бы они попали хукшотом, не факт, что они смогли бы этого медведя разобрать. Да, и Сларк, он как бы очень хорош в ганге, он отлично вырубает людей по одному, например, он может Рубика в соло зарезать, пока тот не купил себе ЮУ, он может с Зевсом расправиться до тех пор, пока тот не купил себе хоть один артефакт на выживаемость. Но за месяц 5 на 5 ему тяжко. Он просто вскрывается, нажимает на Shadow Dance, окей, он живёт 4 секунды. Заканчивается 4 секунды, он выходит из Shadow Dance, и его моментально смывают. Рассказ там Зевса и рассказ там Мирана. До этого у него выхода особого не было, у него Лотар появился только минуту назад, и сейчас он может пытаться хотя бы искать соло-таргеты, выцеплять и убивать. Потому что герой у команды Secret вполне убивабельный, я думаю, что здесь можно что-то придумать. Здесь Левана поцепили, он тут же прожимает Дарквифт и должен улетать, по идее. Ну, папарасу туда приходит уже. Классно прилетел Сларк. Да, на базу. И улетел на базу. Минус тупе. Ну, это с пересадкой. Да. Может, он изначально собирался на базу, а тут решил пересадку сделать. Да, и в результате Сларк пока не может найти себя по игре, он движется туда, где он вообще не нужен. Ну, как бы, он сейчас старается подраться пять на пять, но, как мы видим, Андерлорд говорит, братью, нет, давай-ка мы полетим домой. И этим нужно пользоваться. Сикретом нужно просто идти и ломать все товара, пока у них есть такая возможность. Скорее всего, в этом была действительно мысль. Хотел зайти на базу Сларк, потому что иначе он бы вышел из этого Дарквифта. Это не слишком удренное дело, чтобы в этом моменте оплошать. 12-й уровень у Андерлорда, Пайпа, Кримсон скоро будет. Это та самая двойка предметов, которая обеспечивает очень хорошую жирность в файте. И здесь действительно даже одна Пайпа многое может сделать, учитывая то, как строится пик и файт у команды Сикрет. У меня спрашивается вопрос, зачем тогда он вообще делал ТП на мид? Говорю, с пересадкой, может, там у стиммейтом было. Ой, красавчик. Стиммейт там веселее был на базу отправляться, так зачем его дому? Да. Ну, или просто прилетел, понял, что ловить нечего, а после этого уже отправляться на базу, раз уж так сложилось исторически. И второй, Муллстром появляется у команды Сикрет, и в этот раз Лундурит становится его счастливым обладателем. То есть мы видим здесь медведя, построенного через более легковесный, но более боевой пик. Мом, Муллстром не требует большого количества фарма, но зато уже сейчас он может стать неплохим ДПСером. И может быстро забирать вышки, пока есть такая возможность. Да, это как мета уже, не то чтобы достаточно давняя, год полтора прошло, с тех пор, как такой Лундурит появлялся в каждой, наверное, второй катке. Именно через Муллстром, еще какие-то предметы на скорость атаки, и в итоге вышки падали мгновенно, а медведь в дополнительных предметах не нуждался. Сам медведь его сам он. Ну, мы видим тринадцатый уровень Лундурит. У Мираны все немного, кстати, подотсталось. У нее двенадцатый сейчас, и действительно дело БКБ после Муллстрома. Она стала немного в этой игре в ФК позицию. Она стала тем, кем она изначально была, троечкой. В фарме еще троечка, так-то я тебе скажу. Ну да, сначала большую часть фарма забирает Лундурит, и он топ-1. Потом Зевс, он топ-2. И уже потом Мирана, она топ-3. Да, сейчас она и по экспириенсу отстала, и по фарму, хотя не так давно была впереди. Но мне кажется, что это герой, который с таким количеством опыта, уже с замакшенным Старторомом, может больше экшена показать. Но здесь, я думаю, еще все впереди, потому что секреты сильны вместе в нападении, в отличие от Вичи, которые пока могут положиться на Сларка, которые любят нападать на единичные цели. Здесь, наверное, стоит дождаться каких-то предметов определенных. Возможно, двух БКБшек, и только после этого выходить. Ну, у Секретов все на своих позициях. То есть, если посмотреть, у них все герои идут друг за другом, и все хорошо. У Вичи гемминг наоборот же. У них первым идет Андерлорд, но Андерлорд — это булка, это, так сказать, танк, и, соответственно, он нужен в замесе просто, чтобы быть на передовой и впитывать урон. Урон наносить трудно. Как бы есть ПАК, он дает раскаст, но это пока все, что он дает, и на длинной дистанции он не особо-то и силен. Есть Сларк, у которого имеется Шадоублейд, но он толком-то еще никого, по-моему, не убил. Да, вот у него счет 0-0-0, и по-прежнему он просто бегает по карте, не фармит. Но сейчас он даже пытается найти Фельду, это у него попыток не было, на Ебзору можно нападать, например, потому что Левона сейчас разбирает, он на Фату нападает, Фату привязывается, баунсом, и в итоге это минус, вот тебе и первый фраг. А тут пока что проживается Дарквифт, пока что заслипал Фенрир, чтобы немного меньше урона получал, но должен успевать улетать, и это минус Мирана только в этом файте. Хотя и Фенрир, видимо, здесь будет погибать. Хотя спрятался, телепорт, нашли, Юл Септер, и прощай. Кстати, Юл Рубик, богатый здесь саппорт, оба вообще саппорты у команды Сикрет очень денежно здесь себя ощущают. Неприятные новости для Сларка, одного героя он уже как минимум не убивает быстро. И остается только Андайенг. Смотря как нападать, потому что если без, мне кажется, Шэдоу Дэнса нападать на Рубик, это в любом случае получит Телекинез. И тут еще, помимо Телекинеза, еще и Юл Септер. Не, я о том, что если он нападает на Рубик и нажимает на Дарпакт плюс Паунс, Рубик просто поднимает сам себя в Ул и потом убегает. Тоже верно. Ну, в любом случае, герой, который может хоть что-то противопоставить, как-то потянуть время, Андайенг тоже не самый хороший вариант. Иногда, если он накачается силой, на него уже напасть будет не так-то просто. С Мираной легче, если ты ее привяжешь Паунсу. Но это тоже вариант не очень долгосрочный, потому что потом она соберет себе БКБ и уронщика будет чуть-чуть поменьше по ней. В любом случае, там, Дарпактом уже ее немного не продамажишь. В замес танков. Ну, в Элевен. Элевен. Кстати, ему больно сейчас приходится под ним бусом. Ему мешает иллюзии пройти. Да, и хорошо его тут подстопили, нападение от Фата, и Фата забирает себе фраг. Много, кстати, ресурсов на него потратили. Именно человеческих. Тянулся даже три человека на него одного. Ну и раз такое дело, раз такая песня, пора уже заниматься Ярошаном. Ну, ради топ-1, топ-1 на карте можно слинуться всей толпой, учитывая, что находится Ярошан, которого ребята очень быстро заберут. И Вичи гейминг нужно вот прямо сейчас улынить. Ну, пока, ой. Им нужно что-то делать, иначе потом ребята просто забирают Айгес и забирают оставшиеся вышки. Отогнали. Фенрир. У себя забатим. Фенрир стрял. Ну, он отвел зато противников от Рашана, дает возможность занять позицию Вичи, а они здесь ничего не занимают, потому что их осталось три человека. Все, что они могут сделать, это со спины навалиться, учитывая наличие Сларка. Это вероятно, но также вероятное наличие Сентрей по всей области рядом. Аккуратненько стоит в стороне. Просветили. Да, Зевс здесь не дает возможность внезапно напасть. В итоге есть инвиз от Мирана, но подцепили также еще и обзоры. Есть Дримкоил, но погибает очень быстро за слонем, но при этом еще и нападение есть на Зевса. Зевса могут разобрать. Действительно, Папарас с ним справляется, правда, при этом еще и теряет своего пака. Ну, размен пока что 2 в 1, и я думаю, что за убийство Зевса дали так-то побольше. Ну, дали побольше, но, к сожалению, Сларк прожал Блокинг Бар, он сейчас находится в не очень хорошей ситуации, потому что он немножечко проигрывает по фарму Лондруиду и при этом нажимает на БКБ. То есть сейчас у него 10-секундное БКБ, ему нужно обязательно размениваться в плюс. А в итоге не размениваются 2 в 1. Соответственно, еще 4 раза он нажимает на Блокинг Бар и в лейтгейме ему вафли. Зевс его не простит. Файтер Кап показывает то, что 400 золота было получено за голову в общей сложности Медуана, и при этом, ну, большую часть этого золота взялся для именно Сларка за убийство. Почти даже все, там, засист, просто мизер дали. И 16-й уровень, у него Сибирейдж потихоньку появляется, и наличие Сибирейджа здесь дает достаточно интересный результат. Решил поторопиться с этим предметом. Пассивки есть, чтобы включать, чтобы включать, есть. Пассивка Рубика. И еще пассивка Зевса. И пассивка Зевса, да. Так что, тут еще и Левана подцепили опять на нибудь и попался, ну, и тут уже, скорее всего, у него не получится никуда идти. Ну, пока просто месяц салат без шансов. То есть вот Underlord, он вроде бы есть, казалось бы, он должен впитывать, но впитывать урон от четырех героев не весело, учитывая, что здесь Зевс и Рубик с супермощной пассивкой. Вражеского лазучика нашли. То есть вот, как вот не крути, он собрался в танк, у него имеется Пайпа и Кримсон Гуард, но против четырех героев этого явно недостаточно. Да, против четырех таких героев, тем более, что последние пару раз все же подзагулял это. Была его вина, он был в одиночку на этой позиции, он не занимал эту позицию грамотно, а здесь все-таки есть еще и нападение на Бэйна, очень быстро его сметают. Это его дружание, да, это его дружание, которое очень неудачно ворвалось, по итогу появляется там Ба, который на самом деле довольно-таки неплохо зонит оппонента, и Сикреты могут просто подождать, торопиться им некуда. Они просто выманивают Вичи Гейминг на замес. Они их заманивают. Ну, пока с замесом у Вичи Гейминг все было не так уж и складно, но выкупается Бэйн, возвращается на эту карту, и в итоге Вичи оказываются в полном составе. То есть при желании, учитывая наличие всех абсолютно ультимейтов и у одной стороны, и у другой, там уже у Ондаинга скоро и его тоже откатится, они могут подраться полноценно 5 на 5. БКБшка тоже уже успела откатиться, деньги еще не вложены никуда, правда, с Ларком. Не хотелось бы терять кусочек от практически готового ультимейт-орва. Там буквально один крип остается, и опять Леван оказывается впереди, но в целом на него можно подбайтить, а все остальные уже обходят спину своих оппонентов. Папарацци, Медвану, увидел, здесь все как на ладони у Вичи Геймин было, но ворваться опять не представляется, возможно, без Клакверка ракетка полетела. Ват у них хороший, они здесь все видят. Они побежали не совсем туда, как бы Рошан сверху, а Слак побежал вниз. И ТП у него нет, соответственно, сейчас убивает Рошана, а он только-только-только начинает двигаться. Выходит Пупей вперед, он в инвизи от Мираны, тут уже цепляют опять Андерлорда, откидывают его подальше к команде, и Даркрифт уже прижимается, так что нужно уходить, Мирир, Ори, должны спасаться здесь, и скорее всего, Сларку даже нет смысла встревать в этот файт. Ну и в итоге вот чем все обернулось. Сларк убежал вниз, он там как бы фармил, 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 секреты забежали на Рошана, и Андерлорд от безысходности поражал Даркрифт, чтобы улететь на Фонта. В итоге на Фонтан он улетел, но по итогу они не смогли подраться за Рошана в пятером. Да, изначально они там были не в пятером, отсутствие Сларка дало о себе знать, хотя не факт, что его наличие сделал бы много погоды. Ну тогда вопрос, зачем они бежали вчетвером на этого Рошана, если его наличие не сделал бы и погоды. Очевидно, что 4-5 за место они не выигрывают. Это очевидно, но не факт, что и 5 на 5 выигрывают, в этом тоже проблема, потому что сейчас преимущество по золоту Сикретов выросло до 10 тысяч, 14-2 счет, это просто разгром. И я думаю, что они оценивают свои возможности в равной битве как потенциально проблематичные. И поэтому я думаю, что стоит в их ситуации, как они сейчас, видимо, и поступают, искать более неравные в свою сторону с перевесом файты. Там толпа на одного, толпа на двух, и это даст им больше возможности навариться, получить денег. Врату сейчас еще Илан Эм в засаде сидит, правда он как будто бы АФГ постоял на самом деле, но в итоге получает только страх от... Как ты говорили, я человек простой, если мы в замесе 5 на 5 слабее, мы и не идем 5 на 5. А если мы идем драться против пятерых, то мы идем в пятером, либо не идем вообще. Вот что-то похожее, нужно сделать вичи гейминг, то есть решиться, что они хотят атаковать или нападать, чтобы у них все было получше, потому что сейчас ситуация плачевная. Сейчас подходят секреты, они стали еще сильнее, у них имеется аегис, соответственно, они наглую бьют вышечку, мишка пока впитывает, впитывает урон, но его можно отхилить андайингом. Да, соответственно, они довольно-таки неплохо подрались, этим временем напали на Сларка. Сларк погиб. Да, который попытался в одиночку пушить по нижней линии, чем он и до этого занимался, когда Рошана забирали. И мы натыкаемся на то, что секреты не дают шансы вичи гейминг забирать их по одному, они просто не ходят по одному и по двое тоже. Вот сейчас они отсоединились от общего войска ради такой идеи, и в итоге на Дарклифте прилетает Рубик и его компания. Почти. Это было близко? У них была цель, скорее, прилететь к своей команде, чем прилететь в нападение. На андерлорда есть инвиз от Мирана, теперь уже можно попытаться зацепить кого-нибудь. Пупей не самый лучший в этом деле экземпляр, но, тем не менее, под этой тревушку они уже давят, занимает позицию Пупей, он готов поставить Томбо и поставил Вард, пока что на хайграунд. Теперь они видят, кто откуда и как высовывается, видят кончик хвоста Элевана и чуть-чуть совсем их лакверка. А этого более чем достаточно для того, чтобы понять, что рядом никакой защиты нету, никто их не пытается обходить и забирают два вышку. Пока лёгенькая, просто без шансов, в одни ворота. Не разматывают Вичи Гейминг, Вичи Гейминг, в свою очередь, имеет ганг-потенциал, но они не могут его реализовать, и это позволяет секретам хорошенько фармить. очевидно, что Мишка с молниями, Мирана с молниями и Зевс, вот такой вот запакованный, будут фармить, будут фармить намного быстрее, чем герои Вичи Гейминг. То есть уже фарм должен продолжать снова болезнь, это два мэнштрома, это наличие Зевса, это действительно очень-очень быстрые показатели, скорее всего, пару-сто золота. И, соответственно, Вичи Гейминг по-хорошему нужно хотя бы попытаться что-то заспедпушить, потому что, с одной стороны, конечно же, могут пытаться дефить свои товара, как это было сверху, но, с другой стороны, кому-то нужно бегать по другим линиям, и вот он, Сларк. Вот он, Сларк, забегает вражеские леса, имеет гейм, чекает лес, но здесь никого, естественно, нет. Линию пушит Пак, но пушит он ее медленно, и Секрет и заходит, уничтожает А3. Просто уничтожает, действительно, правда, сейчас Медведь погибает. Ну, там, с другой стороны, он Т2 падает, но это... Размен на Т3. Дороговато, да, дороговато для вещей гейминга, забирать Т2 и отдавать Т3. Тамба очень хорошо стоит. К Тамбе не подойти. Рядом Мишка. Папарацци, забили, Крикенест есть, Пупей нападает, очень быстро его разметает, просто без шансов он здесь погибает. И это без байбека Сларк, так что здесь уже остается нападать дальше. Есть Дримкуэл, немного горе остановил своих противников, и тем самым спасает жизнь себе. Ну, и своим тиммейтам тоже, правда, Федерирован, видимо, уже ничего не спасет, потому что Фата на него нападает, он очень быстро погибает, и здесь еще и видимо бараком конец. Да, здесь уже гуд гейм, здесь довольно-таки высокий сноубол, к сожалению, Сларк врывается за место, он не успевает вражать Блокинг Бар, что, в общем-то, и повлекло с собой очень быстрой смерть, при этом он еще отдает Дгем оппонентам, теперь противникам будет намного проще охотиться за Сларком, врывается Клакверк, но, на мой взгляд, он погорячился, как бы тут был Митритер. А тут еще и Рюкл, а Тубика есть, нападает на пак, а пак пока что впрятался в шрифт, но и есть Лилусертер по Андерлорде, его тоже не должны отпускать. Минус пак, в итоге тут еще и минус игра, да? Ну, а пока действительно здесь уже гуд гейм прописывает команда Вичи Геймин, и, видимо, на этом заканчивается шествие Вичи на этой карте, как минимум. Но самое, наверное, печальное в такой ситуации то, что и Вичи, и Секреты имеют инвайт на Интернешнл, и Вичи... Для кого печально? Для зрителя, который будет наблюдать такие карточки за 20 минут? Может быть, может быть. Честно говоря, я немножечко разочарован, потому что мы ожидали увидеть, как бы команды получили прямой инвайт, это китайский лан, где Вичи Гейминг нужно побеждать, и мы увидели просто вот избиение в одну калитку. Да, избиение молодец. Не то, что избиение. Мне кажется, если бы Секреты зашли в паблик, там бы сопротивление было бы и побольше, ну, при таком исполнении. Ну, будем считать, я, по крайней мере, пока что позитивно склонно считать, то, что это просто из-за того, что Эрли Гейминг не пошел. То есть в следующей карте они смогут дать более достойный отпор, они вообще смогут его дать, надеюсь. Но думаю, что более детально нам эту карту разберет наша прекрасная студия-аналитики, которая расскажет, почему так, как так случилось, и где была ошибка изначально, потому что по драфтам там все-таки была одна ставка на...